Субтитры делал DimaTorzok 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 У него прямых подчиненных полторы тысячи Вся индустрия Советского Союза Работала на эти климатические прогнозы Это не с бухты Барахты Это лучшие исследования мировые А кто сегодня помнит Будыка? А никто Президент Всемирный Метеорологический Организаций даже фамилии такой не слышал Похоронили напрочь самого выдающегося титулованного ученого-климатолога закопали. Если вы откроете какой-нибудь телефон Будыка, то выяснилось, что там всего один ученик в мире остался. А почему так случилось? А потому что вмешалась политика. А началось это, скорее всего, в 1961 году, когда Линдон Джонсон, будучи тогда еще вице-президентом, делал программный доклад. И он сказал, тот, кто управляет погодой, управляет миром. Это лучший способ для оправдания глобальных претензий. Спасая мир, ты можешь быть его начальником. Вначале потренировались на кислотных дождях, потом на озоновой дыре, а потом на глобальном потеплении. О том, как это страшно, и как Америка, обладая громадный потенциал, как европейские ученые, будучи на острие науки, спасут мир от страшных бедствий, наводнений, ураганов. Действительно, последний надо снять, либо они нас от этого спасли. А почему не помнят Будыков? Вроде бы он должен быть флагом, он отец глобального потепления. А вы знаете, то, что он говорил, и официальная политика Советского Союза кардинально расходится с западной повестки по климату. В двух словах, что говорил Будыков? Да, в принципе, все это в школьных учебниках есть. В его теории ничего сложного. Просто об этом надо говорить. Когда-то давно в атмосфере было полно СО2 и метана, а кислорода не было. Появились первые растения. Они начали расщеплять СО2 на углерод и кислород. Появился кислород, началась жизнь. Появились животные, которые органику кушают, окисляют, и опять возвращается СО2 в атмосферу. Появился биологический цикл. Появилась жизнь на планете. Всем было хорошо. И миллионы лет всем было хорошо. Углерод – основа жизни. Из него состоят все растения, наши тела. Даже этот пиджачок состоит большей частью из углерода. А тут выяснилось, что это что-то вредное, опасное. Так вот, происходила эта эволюция, происходила эволюция. Все были сыты и довольны, но есть геологические стихии. Часть органики попадала в почву, в илы, в пески. И захоронялась где-то в недрах. Местерождение угля, нефти, газа. Иногда пластами, иногда в рассеянной форме. И в результате углерод из атмосферы, из биологического круга, начал уходить в недра. И в атмосфере стало все меньше, 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 меньше. И стало настолько мало, что 15 тысяч лет назад биосфера Земли чуть не задохнулась. Как дышат растения? Растения – это водоросли, которые выросли на суху. Это такие вот водоросли, вода и скафандр, чтобы не высохнуть. А дышать-то надо, как через скафандр дышать? Дырочки, устица. Устица открываете, молекулы СО2 летают, летают, летают. И нечаянно, случайно залетает в эту дырочку. Ну, ее тут же используют. Пока было много СО2, растения на полчаса устица приоткроют, наловят этого СО2, а и дальше весь день сытые. А вот СО2 стало мало. И чтобы поймать там 2-3 этих молекулы, приходится десятки устиц держать целый день открытые. А на дне что? Там вода. И вода испаряется. И выясняется, что нужно, чтобы поймать одну молекулу СО2, надо испарить 500-800 молекул воды. Это где столько воды наберешься? На Земле немного мест, где столько воды выпадает. И в результате большая часть Земли превратилась в пустыни, полупустыни. Раньше один дождик в год выпадал туда, проваливался. Его потихонечку корнями тратили, и на целый год хватало, чтобы вся территория была зеленой. А сегодня Земля у нас не зеленая. Зеленые пятнышки, все остальное, желтая большая часть года, или бурая. Земля задохнулась от нехватки СО2. Так вот, что изучил Будыков? Он подробно все изучил и сказал, раньше климат был комфортный, перепадов температур не было, перегреть тропики невозможно, потому что тут же все закрывается белыми облаками, а белый цвет спасает. То есть, черный, темный лес или вода поглощает 90% тепла, а белый снег или березы и поля отражают 90%. Не волнуйтесь, перегрев планете не грозит. Всегда появятся белые облака, как зонтик, они защищают планету. А вот переостудить планету очень легко. Как только ляжет где-то плотно снег, все станет белое, и нагреть уже очень трудно. А сегодня главный парниковый газ – это вода. А в холодном воздухе вода не растворяется, он сухой. Поэтому получилось, что очень холодные Арктики, где нет парниковых газов, нет воды в воздухе, и перегретые тропики, колоссальные градиенты, сквозняки, ветра, ураганы, в прохлом этого не было. Климат был ровный. Еще недавно, какие-то 2 миллиона лет назад, на севере Гренландии, там были и саванны, ходили бизоны, слоны, тоже и в нах, и в Сибирской Арктике. Еще совсем недавно. Потому что СО2 было в 3 раза больше, чем сегодня. – Простите, пожалуйста, Сергей Федорович, просто мы вас еще добросаем потом вопросами во время дискуссии, но я сейчас хочу просто, ну, как бы, надо финализировать, но дело в том, что вы говорите о том, что, насколько я понимаю, СО2 необходимо добывать из недр. Это первый момент. – Да, и первый, это сказал Сиолковский. – Климатическое потепление, это неплохо, да, это хорошо, это второй момент. Ну, мы дальше поподробнее вас расспросим, но третий момент, который, на мой взгляд, очень важный, да, вы это не просто теоретически говорите, а вы создали плейстоценовый парк в 3-х часах лета от Магадана на север. То есть приезжайте к нам на Колыму, как вы говорили, это приезжайте к нам в Магадан, а вы еще севернее Магадана в 3-х часах лета создали плейстоценовый парк, который превращает, собственно, вечную мерзлоту и тундровые пустыни, да, в пастбищные экосистемы, да, и, собственно, вот у вас там пасутся верблюды, в цебыки там и так далее. Закончим с вернацким. Смысл? Чем больше СО2, тем лучше. И в 1989 году в журнал Scientific New Scientist вышел большой обзор по работам Буддыкас, статья называлась так, «Русский климатолог, советский климатолог обещает всему миру парниковый рай». Где рассказывалось, что в дополнение коммунистической идеологии Советского Союза ученые Союза обещают всем сытое будущее, увеличение урожаев, стабильный ровный климат. Могла Америка такое допустить? Да, конечно, нет. В то же время прошел экстренный сбор сил в американском Сенате и была развернута атака на то, что глобальное потепление страшное бедствие. И в Америке умеют пиарить идеи. И в результате глобальное потепление вместо блага стало жупелом страха. Всех посадили на нервах, а все болезни от нервов. Бойтесь. Вообще-то опасения были, просто быстрые изменения. Даже переезд в новый хороший дом, всегда два переезда, один пожар. Но вы знаете, после смерти Будыка, я вам рассказал его завещание, оно почти официальное. После смерти Будыка прошло 25 почти тысяч лет, и мы можем смотреть, уже больше, чем на градус потеплело, у нас в стране уже потеплело больше, чем на три. Ну и где катастрофы, которые еще в 20-м году были? Давайте загибать пальцы. Тропические болезни проникли? Нифига, потому что летние температуры не растут, растут зимние. лето как было теплым, и волн жары больше по миру не стало. Саранча в пять раз меньше стало. Почему? Да потому что из-за СО2 по всему миру выросли урожаи, и на полях, и в лесах, и саранче не надо взбиваться в голодные стаи, и летать по всему континенту, съедая все подряд. Еды стало больше, пожары уменьшились, дождей стало больше, с теплых океанов больше испаряется. С перегревом, вы знаете, от жары стало умирать даже меньше, потому что климат стал ровнее, лето стало теплее, но за счет в основном ночных температур, а таких вот страшных дней с высокой жарой даже стало поменьше, а вот от того, что исчезли зимние морозы, миллионы людей не умерли, потому что в тропиках плюс 15 это смертельная гора, и что не посмотрите, все во благо, а то, что нас затопит, это тоже мультики с такими волнами, это в Альпах 20-метровый ледничок ставил за 50 лет, а западная Антарктида и Гренландия, которые могут дать 10 метров подъема, там 2 километра льда, они будут таять 5000 лет, это 1-2 миллиметра в год, у нас большая часть побережья мира поднимается или опускается на сантиметр в год, а вы нас хотите напугать двумя миллиметрами в год, у нас Петербург 2 миллиметра в год поднимается, Мурманск 4, Певек 6 миллиметров в год поднимается, Зеленый Мыс на Колыме 10 миллиметров в год поднимается, да, Игарка опускается на 20 миллиметров в год, но она опускается, ну, вы знаете, жители Игарки спят спокойно, хозяева Норникеля тоже не кипишуют, у них такое слово на севере есть, ну, на 20 падает еще на 2 миллиметра, нет такой опасности, это как вот детей пугают бабаем, вот волчком трудно напугать, ребенок, знаете, такой волчок, можно спрятаться, мама спасет, а вот бабай, вот так же придумали бабая и пугают весь мир, грамотно, профессионально, Сергей Афанасьевич, ну, давайте мы остальное на вопросы оставим, потому что, ну, сейчас, нужно 2 слова, а вот кто управляет погодой, тот управляет миром, и это правда, и вы знаете, только наша страна может управлять глобальным климатом, у нас для этого есть все, самые большие резервуары углерода, самые большие территории, где мы на выбор можем менять альбедоотрагательную способность, и прочее, прочее, хорошие ученые есть, поэтому в БРИКС Россия будет лидировать хотя бы потому, что в вопросах климата только Россия может реально менять климат, и опыт у нашей страны самый большой вопрос изменения климата, в голодные послевоенные годы территория от Молдавии до Алтая и от Тулы до Кавказа за считанные три года из суховейных степей, где ветер сдувал снег в овраге, превратилась в плодородную саванну, которая сегодня кормит треть мира, изменили климат на громадной территории, в общем-то, почти не напрягаясь, а ведь у нас земли пропадает по стране немеренно, а как ее превратить в плодородную саванну, ну вот, были как, ролики смотрели, это то, чем я занимаюсь, и в общем-то, это очень несложно, надо просто некоторым коренным жителям нахрен страны дать землю и волю, спасибо за внимание, извините, что задержал, спасибо, Сергей Афанасьевич, вот, как сказал сын, Сергей Афанасьевич, который сейчас управляет этим плестационным парком, ну, в Заполярье, да, у нее там девочка такая спрашивает, ну, а какая площадь вот вашего плестационного парка, она за 20 лет существования проекта выросла, ну, там, в 20 раз, там, с двух гектар, да, двух тысяч гектар, что-то такое, наверное, не в 20, гораздо больше, а сын говорит, нет, дело в том, что, понимаете, наша задача, чтобы парк был такого размера, чтобы мы могли влиять на экосистему, понимаете, то есть, это не задача показать на кусочки земли, что здесь могут пастись там мамонты и так далее, вот, как и завершил Сергей Афанасьевич, да, влиять на экосистему, вот задача человека, понимаете, заправить, они они